Добрый день, уважаемые наши телезрители! На часах 12.00, а значит мы начинаем программу полдень. В Москве на Таганке появились граффити с достопримечательностями Пятигорска. Изображения знаменитых видов Сирокавказского федерального округа появились и в других районах центра российской столицы. Теперь там можно найти изображения кавказских минеральных вод Ставропольского края, увидеть знаменитые древние башни Ингушетии, гору Эльбрус, в Кабардино-Балкарии курорт Архиз в Карачаево-Черкесии, Владикавказ со старинным трамваем на фоне панорамы и многое другое. Граффити исполнили молодые российские художники в рамках совместного проекта Министерства России по делам Северного Кавказа и ТАСС. Цель – рассказать миллионам москвичей и гостям столицы о красотах нашего региона, показать природную уникальность Северного Кавказа и пригласить в этот край новых туристов. С такой информацией мы начинаем сегодняшний полдень и вот что вас ожидает в сегодняшнем эфире. Ставрополь ждут новые изменения. Краевой центр продолжает преображаться в рамках проекта «Комфортная городская среда». Как можно помочь в рамках благотворительной акции «Край добра» расскажут гости в студии. Антикварный австрийский рояль продается в Ессентуках. Какая же у него цена? Скоро в Ставрополе будем смотреть документальный спектакль «Освобожденный город». Об актерах и постановке поговорим в сегодняшнем эфире. Также сегодня разыграем абонемент в Пятигорскую студию искусств «Флай» на 8 занятий. Чтобы выиграть его, нужно будет ответить на один вопрос. Летающие авто к Олимпиаде 2020 года, которое доставит факел к чаше Олимпийского огня. Реально ли это? Сегодня в Ставропольском дворце культуры и спорта откроют обновленное молодежное пространство «Лофт». Что оно теперь представляет, расскажет гость в студии. Об этом и многом другом в ближайшие полтора часа. Ну что же, начнем. В Ставрополье ждут новые изменения. Краевой центр продолжает преображаться в рамках программы «Комфортная городская среда». А каким именно площадкам нужны перемены, решают сами жители. А свой выбор им помогают сделать волонтеры. В канун дня города Ставрополя и Ставропольского края с добровольцами встретился глава Ставрополья Андрей Джадоев. Он поблагодарил волонтеров за вклад в организацию голосования в марте этого года. Тогда они помогли собраться и обработать голоса почти 150 тысяч горожан. В результате Ставрополь получил обновленный сквер около драмтеатра, современное пространство у крепостной горы и 12 новых детских площадок. Город продолжит обновление. И 22 сентября на голосование выставят еще 5 проектов благоустройства. Мнение каждого жителя может стать решающим. Всего в День Ставрополя будут работать 100 площадок. Это 40 в торговых центрах и на рынках, и еще 60 по всему городу. А подробнее об этих 5 проектах благоустройства, за которые можно будет отдать свой голос, нам расскажут следующие наши сегодняшние гости. Это исполняющие обязанности заместителя главы города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации Кривого центра Иван Александрович Корняков. И наши волонтеры, это Светлана Валентиновна Гальвас и Елена Анатольевна Ктиниди. Я рада вас видеть. Добрый день. Спасибо, что к нам пришли. Давайте сначала пробежимся по порядку. 5 объектов, 5 новых объектов. Передаем на микрофон, что это за объекты. И попрошу показать на экране эти объекты. Значит, у нас с августа по сентябрь проходили сбор предложений граждан. Граждан, эти пункты также были расставлены по всему городу, в крупных торговых центрах, в МФЦ, в ДДТ. Проголосовало более, внесли свои предложения более 50 тысяч граждан города Ставрополя. Финал прошло у нас в итоговое голосование. Это 5 объектов. Это сквер по улице 50 лет в ЛКСМ. В этом году мы произвели ремонт улицы 50 лет в ЛКСМ. Полностью заменили асфальтобетонное покрытие. Сделали тротуары. Но там осталась зона у нас между Кукурузой и в районе Сапожка. Окончание. Неблагоустроенная территория. Я думаю, у нас получится замечательный сквер, если горожане его выберут. Также у нас улица до Ватарцев. Пешеходная зона от улицы 45-я параллель до ОРТЦ Ставрополь. Это благоустройство сквера на Юности 20 в районе Центра детского творчества с устройством пешеходной аллеи до улицы Кулакова. Это продолжение благоустройства нижней части крепостной горы. В этом году мы благоустроили. Я думаю, все горожане уже были. Достаточно много количества людей там на нижней части, на бывшей фонтане. Там много горожан гуляет. В следующем году, если горожане выберут, мы продолжим благоустройство данного сквера. И территория нашего Комсомольского пруда и Пионерского пруда. Это 5 объектов, за которые горожане 22 сентября могут проголосовать при помощи вот таких вот бюллетеней. Давайте посмотрим их. Если вам предлагают другие бюллетеней, расписаться можете не распитаться. Они действительные. Вот такие бюллетени будут. Также здесь имеется у нас графа, где горожанин может внести свое предложение. То есть при анализе бюллетеней мы будем смотреть не то, что вы еще выбрали, но какую территорию все равно жители хотят выбрать. Интересно. То есть просто нужно будет поставить галочку, да? Да, просто поставить галочку и все. И расписаться в специальном списке, то что этот человек проголосовал, а мы сами там наставили галочку. Ну, вкратце и все. Как же вы сказали, у нас будет 40 торговых центров крупных. Какие вот самые основные? Рынки где? Космос, городской рынок по улице Тухачевского, это первый универсам, центр, галерея, Москва, то есть все крупные торговые. И, конечно, 60 точек, палаток, я думаю, все горожане будут в центре, и они не пройдут. Это будет Александровская площадь, площадь Ленина, маршала Жукова, Карла Марса, Крепостная гора, театральный сквер будут ставить палатки. Для жителей Юго-Западного района будет установлено в парке Победе на площади 200-летия и на Владимирской площади, где мы открыли новых лонтан. Ну, эти, скажем так, площадки не заметить невозможно, скажем так. Я думаю, не заметить, например, палатка будет стоять, большой присвол с таким вот указателем. Ну и, конечно, наши волонтеры, я думаю, будут активно привлекать жителей. Ну, чтобы не пропустить волонтеров, вот мы сейчас покажем, девчоночки будут и мальчишечки стоять в таких маечках, Ставрополья рулит. То есть, если вы увидели маечку, да, плюс, да, шар, девчонки, рассказывайте, как еще вас найти, заметить? Мы будем стоять в палатках, предназначенных для голосования. Они будут ярко-желтого цвета, поэтому, я думаю, ни один житель города Ставрополя не пропустит их. Мы будем, на нас будут надеты майки, специальные шарфики, кепки. И, соответственно, я думаю, что наши люди будут такими же активными, как и мы, и не безразличны к тому, как выглядит наш город. И придут, отдадут свой голос за тот объект, который бы они хотели, чтобы в этом году преобразился и реконструировался. Сколько вообще волонтеров задействовано в данном голосовании? Задействовано 300 волонтеров. Кто? Кто все эти люди? Помимо тех замечательных людей, которые у нас, это волонтеры города, это и молодежь, и социальные, социальные, образование. То есть неравнодушные люди, которые, помимо этого голосования, всегда помогают нам провести всевозможные мероприятия. Также я думаю, что люди у нас с удовольствием проголосуют, потому что на 18 марта, когда проходило голосование по городской среде, на 2018 год, который уже заканчивается, у нас закончено благоустройство, у нас проголосовало более 130 тысяч. В этот раз, я думаю, с учетом того, что будет большое скопление людей, мы усилили количество платок. Да, я думаю, не думаю, я думаю, надеюсь, что будет намного больше. И мы побьем рекорд марта 2018 года. Бюллетеней хватит? Бюллетеней хватит, с запасом мы напечатали. То есть в любом случае подвезем, всегда у нас есть резерв, мы довезем. Я думаю, хватит. Товарищи волонтеры, скажите, как я поняла, вы впервые вообще участвуете именно в городской среде, выборе. Мы действительно впервые участвуем в выборе городской среды. Я являюсь волонтером. И я очень хочу надеяться, что граждане сознательно отнесутся к этому важному вопросу, потому что наш город – это наше будущее. Город наш украшается, приумножает свои возможности. И я хочу всех пригласить на это замечательное событие 22 сентября 2018 года. Приходите к нашим палаткам, голосуйте. От вас зависит будущее нашего города. Город станет еще краше, и от вашего голоса зависит будущее нашего города. Вы тоже впервые? Как волонтер, да. Но принимала участие в голосовании ранее предложенных объектов и в выборе данных объектов. Но в роли волонтера первый раз. Почему захотела участвовать в волонтерской деятельности? Лишь потому, что я не безразличный человек. Я живу в своем родном городе. Мне хочется, чтобы он процветал. Были места для отдыха наших горожан более комфортные, доступные. Поэтому наш город, при всем при том, что он молодой, в нашем городе очень много семей, которые обзаводятся детками. И молодым родителям будет где погулять, провести с пользой для души и для тела со своими детьми время. Ну и последнее. Вот вы бы за какой объект отдали свой голос? Ну, на мой взгляд, каждый из объектов очень важен. Но поскольку у меня тоже есть дети, и в летний период очень хочется им быть на водных объектах. И каждый день просят куда-то их отвезти, поплавать, понырять. Конечно, я бы отдала свой голос за Комсомольское озеро. Потому что в нашем городе это единственное место, где можно летом освежиться. Я, например, тоже поддерживаю Светлану Валентиновну, но свой голос я отдам, конечно, скверу, расположенному в юго-западном районе. Наверное, живете там где-то. Я живу в этом районе. У нас очень много тоже детей. Так как мы являемся дошкольными работниками, мы заинтересованы, куда можно повезти своих детей, где им будет комфортно, красиво, интересно. Мы несем прекрасные дети. Иван Александрович, вы будете отдавать свой голос? Да, я буду отдавать свой голос, но я вам не скажу. Мне все пять объектов дорогие. Я, если честно, до конца сам не определился. Буду 22 сентября под палаткой и определюсь. Потому что сами эти объекты... Еще есть время подумать, поразмождать пару дней. Да, дизайн-проектами все это сами мы занимались. То есть нянчились эти, ну, практически нянчили эти проекты, они как дети, поэтому тяжело пока выбрать. Ну что же, спасибо вам большое за беседу. Я желаю вам легкой работы, чтобы хоть чуточку время осталось, немножечко погулять. Ну, либо там Сергея Лазарева послушать вечерочком. Лазарева все точно успеют. Голосование у нас будет с 8 до 8 вечера. Как раз. Да, до Лазарева успеем. Ну, хотя девчонкам-то посчитать еще надо будет все. Нет, ну, да, посчитать. Ну что же, я напомню, у нас в гостях исполняющие обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации кровавого центра Иван Александрович Ковняков и девчонки-волонтеры Светлана Валентиновна Гальвас и Елена Анатольевна Актиниди. Спасибо вам большое, вам хорошего дня. Всего доброго. С наступающим праздником. Итак, мы продолжаем наш полдень. Сегодня четверг, 20 сентября. И в этот день произошло очень много интересных событий. Вот, к примеру, 156 лет назад в Петербурге была открыта первая в России консерватория. Она стала первым в России высшим музыкальным учреждением. В первый год было принято 179 учеников. И первым выпускником по классу композиции стал Петр Ильич Чайковский, который окончил ее в 1865 году с серебряной медалью. А вот чем еще сегодняшний день запомнился и в нашей стране, и во всем мире, расскажем в календаре. Вчера в России отметили День кадровика, а сегодня, 20 сентября, профессиональный праздник отмечают рекрутеры, специалисты схожего профиля. От английского «рекрутмент» – подбор кадров, набор персонала. В 1991 году в газете «Известия» появилась статья, где автор впервые использовал слово «рекрутер», рассказав о методах подбора кадров в одном из крупных американских кадровых агентств. Через 10 лет, 20 сентября 2001 года, несколько кадровых агентств из России, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана и Украины впервые отметили День рекрутера. В последние годы этот профессиональный праздник уже превратился в социально значимое событие, когда специалисты кадровой индустрии делятся с общественностью интересной и полезной информацией о ситуации на рынке труда. Сегодня в стране проходят крупные семинары, консультации по трудоустройству, круглые столы, лекции и пресс-конференции. Стоит заметить, что на сегодняшний день пока ни один государственный вуз не готовит рекрутеров. Такой профессии, как специалист по поиску и подбору персонала, еще нет в реестрах Минтруда. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что кадровая индустрия в России работает, конкурентоспособна и приносит значительные результаты. 499 лет назад, 20 сентября 1519 года, мореплаватель Фердинанд Магеллан отбыл из порта Сан-Лукар во главе флотилии из пяти судов по направлению Крио-де-Жанейро. Он, как и Колумб, был сторонником идеи, что земля круглая, следовательно, путешествие на запад приведет на восток. Продвигаясь к югу, Магеллан открыл все атлантическое побережье Южной Америки. При пересечении Атлантики мореплаватель впервые использовал свою систему сигнализации, и корабли его флотилии ни разу не потеряли друг друга из виду. Магеллан обогнул Америку с юга по открытому им проливу и вышел в океан, который потом назвал тихим, поскольку за все четыре месяца плавания в его водах не случилось ни одного штурма. Путешествие становилось все более трудным, на кораблях начались голод и цинга, многие умирали. Магеллан ежедневно вел наблюдение и составлял карту. Вскоре Магеллан достиг ранее неизвестных филиппинских островов, где вмешался в распри местных племен и погиб в одной из стычек с туземцами. Оставшиеся в живых члены экипажа сбежали на свои корабли и продолжили движение на запад. В Испанию вернулись только два судна. Путешествие Магеллана считается одним из величайших событий 16 века. Отправившиеся на запад экспедиции вернулись обратно с востока и доказали таким образом, что земля имеет форму шара. Впервые европейцы пересекли самый большой из океанов – Тихий, открыв проход из Атлантики. Кроме того, экспедиция выяснила, что большую часть поверхности земли занимает не суша, как думал Колумб и его современники, а океаны. Именем Магеллана названы два звездных скопления – Большие и Малые Магеллановы облака – и пролив. 72 года назад, 20 сентября, прошло торжественное открытие первого международного кинофестиваля в Каннах. Изначально оно планировалось на осень 1939 года. По идее организаторов, фестиваль должен был представлять альтернативу кинофестивалю венецианскому, попавшему под влияние официальных нацистских властей. Программа была готова. Почетным председателем жюри назначен Луил Люмьер, изобретатель кинематографа. И 1 сентября должно было состояться открытие, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Поэтому открытие первого Каннского кинофестиваля прошло уже после войны, 20 сентября 1946 года. На конкурс было представлено 46 фильмов, 11 из них получили главную награду – Гран-при кинофестиваля. С тех пор кинофестиваль проводится ежегодно. Каннский кинофестиваль – это наиболее престижное и широко освещаемое событие в мире кинематографа. Ежегодно на знаменитой набережной Круазет в курортном городе Канны собираются звезды, профессионалы кино и любители широкого экрана со всего мира. Ну что же, продолжаем полдень. Послезавтра у города Ставрополя и Ставропольского края день рождения. В эту субботу и в Кровом центре, да и вообще во всем регионе пройдет очень много интересных мероприятий, в которых вы, дорогие наши телезрители, можете принять участие. Но сначала мы предлагаем поучаствовать в викторине Ставрополья «Рулит». Следите за нашими эфирами и выигрывайте очень крутые призы. К примеру, путевку в Кисловодский санаторий на двоих. Но я хочу напомнить правило. Мы задаем вопрос об истории Ставропольского края, самые умные наши телезрители на этот вопрос должны ответить. Ответ нужно прислать максимально быстро, заполнив специальную форму на нашем сайте stv24.tv. И тот, кто быстрее всех отправит правильный ответ, становится победителем дня и выходит в следующий тур викторины, который пройдет уже завтра. Итак, вчера нужно было назвать Ставропольское предприятие, благодаря которому волосы российских женщин становятся мягкими и шелковистыми. Правильный ответ такой. Различные шампуни, кондиционеры, маски для волос, лаки, муссы и многое-многое другое для ваших волос изготавливают на предприятии «Арнест», что в городе Невиномысске. И первым правильно ответила Сагниева Оксана Васильевна из города Невиномыска. Оксану Васильевну мы поздравляем. А теперь, внимание, сегодня вот какой вопрос. В 1845 году в Ставрополе было открыто это учреждение. Сегодня его адрес – Дом офицеров на улице Октябрьской революции, номер дома 11. Что же появилось в городе в 18 веке? Мы ждем ваших ответов на сайте своего ТВ, stv24.tv. И еще о мероприятиях ко дню Ставропольского края. В рамках празднования именин сейчас проходит краевая благотворительная акция «Край добра». Продлится она до 22 сентября. Придеть участие в этой акции может любой желающий и помочь тем, кто нуждается в этой помощи. Для этого нужно принести в пункты приема новые констовары в любом количестве. Это и карандаши, и ручки, и фломастеры, и краски, и тетрадки, обложки, клей, цветную бумагу, да все что угодно. Ранцы и другие школьные принадлежности. А также товары первой необходимости. А где находятся эти пункты приема, и что это за семья, кому отправятся школьные подарки, нам расскажут волонтеры этой акции. Это Алена Главина и Полина Павлова. Алена, Полина, добрый день. Здравствуйте. Готовы к акции? Готовы, конечно. Эта акция уже действует с 18 числа, поэтому, в принципе, на пунктах у нас уже есть места для принятия необходимой помощи. И также за эти дни мы уже получили достаточно большое количество необходимой помощи. Я надеюсь, что еще получим до конца акции. Давайте вот по пунктам. Где эти пункты находятся? Куда приходить и приносить? Пункты приема помощи находятся по адресу западный обход 58В. Это музей «Моя история», который, в принципе, все старопольцы должны знать. Один пункт? Да, у нас один пункт работает. Мы работаем с 10 утра и до 6 вечера. Ну, то есть, в принципе, можно прийти, а потом пойти посмотреть на новый фонтан, да, Россия? Очень удобно. Там проходит, можно бесплатно зайти в музей и также посмотреть. Что приносит вообще? Вот акция уже стартовала. Что приносит? Также канцелярию. То есть, необходимые школьные принадлежности, это блокноты, альбомы, все то, что будет необходимо детям в школьный период. Ну, сколько собралось? Вот денечек, да, только получается? Два дня уже действует. Сегодня третий день. Достаточно большое количество, на самом деле, мы даже не ожидали. Потому что приносят не пакетами, а прям большими ящиками, приносят школу, детские сады, да и обычные жители вообще, в принципе. Поэтому, ну, много принесли, да. А кому потом пойдут все эти вещи? Ну, во все эти вещи пойдут детям из малобеспеченных семей, а также детям, посадочных без попечения, родителей. И, в принципе, всем людям, кто по спискам нуждается в этом. А как проходил отбор этих семей? Таких же семей очень много и в городе, и в крае. Вот конкретно вашим семьям, которые закреплены за этой акцией, как проходил этот отбор? Ну, мы работаем с молодежной политикой в Ставрополье, а у них содержатся именно конкретные списки людей, которым необходимы. И мы будем по этим спискам. Ну, министерство труда, да, вам выдает список, да? Да. А вы уже распределяете потом? А как, обзваниваете, что нужно, что вам нужно, что вот у нас имеется то-то, то-то, то-то? Либо уже вот, как бы, отдаем вам вот столько титарочек, столько ручек? Ну, обычно у нас действует это так, что мы делим это все пополам, и именно после этого мы уже отдаем именно типа... То есть у нас не узнают на самом деле, что необходимо. Мы действуем, исходя из того, что нам принесли. Потому что, ну, никогда не загадаешь, сколько чего принесут. Хорошо, все обязательно должно быть новое, правильно? Обязательно. А нужно ли показывать вот чек, я купила? Нет, нет, конечно. Такого мы, конечно, не требуем. Ну, то мало ли, может быть, просто старое хорошо выглядит, как новое. Нет, конечно, это же благотворительная акция, люди должны понимать, на что они идут, и должны понимать, что требуются новые. Вот вообще эта благотворительная акция «Край добра» впервые проводится? Нет, она уже была, ну, может быть, под иным названием, так сказать. А так вообще эта акция действует каждый год. Каждый год мы помогаем детям из малообеспеченных семей, детям, оставшим в сложной жизненной ситуации. И не только, допустим, в сентябре, но еще и в течение года. А вот вы не думаете, что пунктов приема мало, потому что, ну, как бы, те, кто живут в центре где-нибудь, не очень удобно будет поехать на юг, и что вроде бы хочется дать, а времени нет съездить? На самом деле нет, потому что многие люди действительно хотят увидеть музей, хотят посмотреть, тем более все бесплатно в эти дни, новый фонтан. И мы решили, что это тот самый пункт, туда действительно будет приходить большое количество людей. А вот вы, девчонки, как волонтеры, ваши обязанности входят, ну, принять все это, посмотреть, нет ли там, все ли целое, скажем так, что в ваши обязанности входит? Проинформировать, может быть, населению тоже? Да, конечно, это все входит в наши обязанности, мы должны принять, мы должны обязательно посмотреть, в каком состоянии это все находится, и потом передать списки, фамилии, имеются контактные данные, людей, кто принес это, может быть, это какие-то учреждения, чтобы после вызвать благодарность. Вот такой даже, вы сами какой-то вклад внесете? Конечно, безусловно, по каждой акции мы вносим свой личный вклад, потому что считаем, что это необходимо, дети, и не только дети, вообще нуждающиеся в этом, люди должны чувствовать нашу заботу, и чувствовать, что есть люди, кто им действительно может помочь. Дело на самом деле очень хорошее, вы большие молодцы, и как бы я желаю в дальнейшем вам только удачи, я напомню, у нас в гостях волонтеры акции, Алена и Полина, спасибо, что пришли, вам хорошего дня. Спасибо, спасибо, с наступающим праздничком. Ну что же, продолжаем. Как-то в одном из выпусков полдня я рассказывала, что первый турист отправится на Луну, и сейчас стало известно, кто этот богатый счастливчик. Первым частным пассажиром рейса вокруг Луны станет японский миллиардер и бизнесмен Исако Маэзазова. Кстати, он оплатил не только за себя, но и за группу. Когда запланирован этот рейс, расскажем в следующем сюжете. Японский миллиардер-предприниматель Исако Маэзазова станет первым космическим туристом, который совершит полет вокруг Луны. Его имя обнародовала компания SpaceX. Могу вам сказать, я собираюсь облететь вокруг Луны. В полет бизнесмен отправится на ракете-носители BFR. Пока она в стадии разработки. Это будет аппарат нового поколения, который заменит существующие ракеты SpaceX. Скажу честно, это опасно. Каждый раз, когда в космос впервые отправляется новый аппарат, нужно быть очень смелым человеком, чтобы на нем полететь. Маэзазова также оплатит полет группы из 6-8 звезд шоу-бизнеса. Однако имен тех, кого намерен пригласить, он не раскрыл. Если вы услышите от меня предложение, скажите «да» и примите мое приглашение. Во сколько миллиардеру обойдется космический полет, не сообщают. Однако Илон Маск говорит, что бизнесмен сделает значительный вклад в строительство аппарата BFR. Глава SpaceX называет его своей самой большой и мощной ракетой-носителем. Рейс вокруг Луны запланирован на 2023 год. Вот значит, то, что он миллиардер сообщается, а стоимость покупки полета какая-то супер-секретная. Ну, странно какая-то это как-то. Кстати, еще о покупках. Антикварный австрийский рояль за 1 миллион 300 тысяч рублей продается в Ессентуках. Объявление о продаже антикварного инструмента опубликовано на сайте бесплатных объявлений Юла. В описании говорится, что рояль был выпущен в 1875 году одной из самых известных австрийских фирм-производителей. И, как отмечает автор, несмотря на солидный возраст, без малого 150 лет, у рояля хорошее звучание, но изделия ручной работы требуют реставрации. Поэтому возможен торг. Так что, если вы поклонники старинных инструментов и у вас есть более миллиона рублей, то этот рояль специально для вас. Ну, а еще больше о покупках и финансах нам расскажет наш экономический обозреватель Марина Кулешова. Добрый день, Мариночка. Я знаю, ты тоже музыкой занималась. Да, музыкальную школу закончила. Готова была бы, вот когда училась, отдать более миллиона рублей за рояль? Я училась в школе, поэтому миллиона у меня не было тогда. Тогда были совсем другие цены. А сейчас? Ну, этот инструмент стоит того, 150 лет, ручную работу. Ну, и реставрация ему тоже обойдется больше, наверное, половины. Так что можно 300 тысяч, а половины даже. Да, будет очень дорого стоить реставраться такого инструмента. Еще надо найти специалиста для этого, чтобы не испортили такую покупку. А вот какие новости экономики у меня на сегодня расскажу прямо сейчас. Погасил досрочно? Забери деньги. У заемщиков банков появится возможность вернуть часть средств за страховку. В школу без телефона. Большинство россиян поддерживает идею ввести запрет на смартфоны и гаджеты в учебных заведениях. Лягушки-путешественницы о поставках этих земноводных целей употребления в пищу Россия договаривается с Китаем. Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением увеличить с 1 января будущего года минимальный размер оплаты труда до 11 280 рублей. Таким образом, МРОД может стать больше на 117 рублей и будет составлять 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Кстати, в проекте бюджета предусмотрено ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда. С 2020 года он вырастет на 2,9% и с 2021 на 2%. Увеличится и пособие по безработице. С начала будущего года минимальный размер этой выплаты возрастет с 850 рублей до 1500, а максимальный с 4900 до 8000 рублей. Министерство финансов продолжает работу над улучшением пенсионной реформы в России. К 2024 году планируется увеличение размера страховой пенсии минимум в 1,4 раза. Сейчас средняя пенсия в стране 14 100 рублей. В одних регионах пожилые люди получают меньше, в других больше, учитываются надбавки, региональные коэффициенты и прочее. А в соответствии с прогнозом Министерства финансов, в 2024 году российские пенсионеры в среднем будут получать минимум 19 740 рублей. Россия не смогут получить назад часть денег, уплаченных за страховку по банковскому кредиту. Но только в том случае, если он будет погашен досрочно. Соответствующий законопроект правительства приняла Госдума. Согласно документу, гражданин может опродиться в банк в течение 14 календарных дней с момента, как он досрочно выполнит свое обязательство по кредиту и вернуть часть страховой премии, за исключением денег, которые банк потратил на оформление договора страхования. По словам депутатов, сегодня, согласно исследованию Объединенного бюро кредитных историй, почти 45 миллионов российских граждан имеют кредиты. И каждый заключает договор страхования при оформлении заявки на потребительский заим. Формально это требование носит добровольный характер, но зачастую банки именно навязывают оформление страхования, считают депутаты. Поэтому новый закон хотя бы в некоторой степени защитит права заемщиков. Пока же в России, в отличие от многих европейских стран, отсутствует практика возвращения части страховой премии. Госдума подготовила новый вариант закона о майнинге криптовалют. Правда, в новой редакции документа отсутствует положение о регулировании сделок с ним. Закон предполагает, что выпускать права на обладание криптовалютой смогут юрлицы и граждане индивидуальные предприниматели. При этом саму генерацию новых криптовалют майнинг теперь рассматривают как инструмент для привлечения капитала, передают известия. Эксперты отмечают, что законопроект не регламентирует сделки с криптовалютами, а также не оговаривает сроки легализации интернет-денег в России. Эти пробелы в законе оставляют минимальные возможности для развития бизнеса криптовалют в стране, отмечают эксперты рынка. Также известно, что интернет-деньги будут обращаться на специальных биржах, и их можно будет обменивать на другие цифровые финансовые активы или обычную валюту. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел очередное исследование с целью выяснить, сколько россиян считают необходимым запрет смартфонов и других гаджетов в школах. Результаты опроса показали, что большинство россиян, 73%, думают, что запретить ученикам пользоваться смартфонами необходимо. 83% респондентов уверены, что использование телефонов в школе мешает детям учиться и качественно осваивать материал. Кроме того, россияне придерживают сомнения, что не разрешают пользоваться электронными гаджетами на дошкольникам всех возрастов. Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что считает необходимым запретить пользоваться смартфонами и другими электронными устройствами в школах на законодательном уровне. Она предложила забирать их у детей перед началом урока. Отметим, что на сегодняшний день каждая школа может сама выработать рекомендации относительно мобильных телефонов у детей. Россия планирует отправлять в Китай живых лягушек, предназначенных для употребления в пищу. Еще об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Россельхознадзора. В соответствии с требованиями Китая, в ведомстве подготовили проект ветеринарного сертификата на экспорт живых лягушек для еды. Перед отправкой они будут проходить клинический осмотр, их будут проверять на предмет телесных повреждений и признаков недомоганий. Кроме того, эти земноводные животные должны быть выращены в регионах, свободных от заразных болезней, соответствовать требованиям безопасности и не содержать остаточных веществ, загрязнителей и лекарственных препаратов. Поставлять лягушек в Китай смогут предприятия, утвержденные главным государственным таможенным управлением Поднебесной. Это и все новости экономики на сегодня. Осталось сообщить вам только курс валют. Аня, и у меня на сегодня все. Спасибо, Марина. Очень интересная новость, конечно, про лягушки, такие своеобразные лягушки-путешественницы. Но они больше не путешественницы. Не путешественницы. Да, вот, к примеру, приехала я такая, как турист в Китай, заказываю лягушки, вроде бы изысканное блюдо китайское, а мне приносят российских лягушек. Это же как-то несправедливо, мне кажется. Они будут подписаны, ты об этом не узнаешь. Все равно можно провести расследование. Спасибо, Марина. Ну, а мы продолжим. Железноводский. Квартирант заменил хозяйскую мебель на хлам с городских помоек. Жительница курорта обратилась в полицию, и сотрудники подозреваемого, конечно, нашли. Мужчина, который снимал квартиру, решил, что пенсионерке такие мебели, бытовая техника ни к чему. И, пользуясь тем, что женщина долго не появлялась в квартире, которую он снимал, вывез все новое, а взамен привез рухлядь, собранную на разных свалках. По его словам, похищенное имущество он хотел оставить для себя, но полицейские вернули краденую мебель и технику законной владелицы. А подозреваемому за такой несправедливый обмен может грозить до пяти лет лишения свободы. А еще больше о происшествиях за последние сутки расскажет наш коллега в погонах Юлия Удовенко. Добрый день. За минувшие сутки в полицию региона поступило более 1200 сообщений о преступлениях и происшествиях. За прошедшие сутки сотрудниками органов внутренних дел установлено местонахождение семи подозреваемых в совершении преступлений, скрывшихся от органов предварительного следствия. Также на постоянной основе ведется работа по выявлению преступлений, связанных с хищением чужого имущества. За минувшие сутки полицейскими раскрыто 15 таких преступлений. Кроме того, сотрудниками полиции раскрыто 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 8 преступлений в экономической сфере. На дорогах края зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Так, 4 человека, в том числе двое детей, оказались в больнице в результате автоаварии в Кисловодске. По предварительной версии, вчера около 8 часов вечера водитель отечественного автомобиля, двигаясь по проезжей части одной из улиц города-курорта, по неустановленной пока причине выехал на встречку, где совершил столкновение с другим авто. С многочисленными переломами и серьезными травмами госпитализированы водитель и три пассажира отечественного автомобиля. 13-летние и 15-летние кисловодчанки в момент ДТП находились на заднем пассажирском сидении, не пристегнутые ремнями безопасности. 19-летний водитель ВАЗа, также житель Кисловодска, имеет всего год водительского стажа. При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Водитель внедорожников ДТП не пострадал. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности водителей устанавливается. Тем временем подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере задержан полицейскими Ставрополя. В дежурную часть обратился житель краевого центра. По словам пенсионера, злоумышленник под предлогом развития бизнеса занял у него под процент около 2 миллионов рублей. Однако своих обязательств по возврату денег не выполнил. Участковые уполномоченные полиции установили личность и местонахождение предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний житель краевого центра. Гражданин доставлен в отдел полиции, где полностью признал свою вину. Он также сознался, что изначально не планировал возвращать деньги, как и оговоренную сумму процентной ставки. Сейчас возбуждено уголовное дело. Уважаемые граждане, краевая полиция напоминает, если вы стали очевидцем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного. Соблюдайте законы и берегите себя. На этом у меня все. Передаю слово в студию программы «Полдень». Спасибо, Юля. А сейчас небольшой анонс. Завтра после работы в полседьмого вечера в Крыловом центре можно посмотреть документальный спектакль «Освобожденный город». Он посвящен 75-летию освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. В спектакле представлен период оккупации и дни освобождения нашего города. Материалом для постановки послужили архивы и музейные документы, воспоминания современников, публикации краевых и городских газет, научные и публицистические работы. Кто в актерском составе? Сложно ли было составить спектакль именно на такую тему? Самое главное, на какой сцене его можно будет посмотреть, нам сейчас расскажет режиссер этого спектакля Евгений Пересыпкин. Он пришел вместе с участницей спектакля, актрисой Дарья Науменко. Добрый день. Добрый день, дорогие наши гости. Здравствуйте. Ну, конечно же, да, мы готовы. Мы приглашаем всех жителей города Ставрополя, а также гостей, которые, возможно, приедут на наш день города. На спектакль, который мы представляем, и в этом году мы его сыграли уже, премьера была в мае месяце, приурочили к 9 маю, конечно же. Но это подарок нашему любимому городу. Мы уже сказали о том, что этот спектакль специально сделан к юбилею, к 70-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. И вы знаете, спектакль для нас очень сложный. Почему? Потому что налагал большую ответственность за тот материал, который мы представляем. Материал, как вы тоже сказали, это документы, это архивные, архивные там какие-то отчеты там даже есть, и немецко-фашистские, и немецкие, и советские, и статьи. И также, конечно же, там архивные документы. Все это представить в визуальной, пластической форме было сложно. Вот. Поэтому мы выбрали, я выбрал такую форму, что мы взяли, участвует мало человек, всего лишь 9 человек участвуют. И они по мере повествования играют разные роли, преображаясь от начала войны и заканчивая датами освобождения. А вот с прошлого спектакля, который в мае, да, вы играли, поменялся актерский состав? Поменялся. У нас два ввода. Одного немца нашего забрали в армию. Он отдает долг родине, служит на благо России. Другой парень вынужден был уехать из города, поэтому у нас два новых ввода. И есть небольшие изменения. И там по мизансенам, и по тексту тоже. Но обновленные, в общем-то, у нас спектакли. Мы представляем, приглашаем всех в Ставропольский дворец детского творчества. Именно там завтра пройдет спектакль в 18.30. Ну, как раз после работы можно доехать. Да, можно прийти и как раз успеете. И еще чем уникальна эта постановка? Тем, что перед спектаклем непосредственно за полчаса, за час даже, будет работать во дворце выставка. Военно-историческая выставка «Оружие Победы». Ее представляет 27-я школа. И там будет представлено оружие, форма тех времен. Можно будет посмотреть, пощупать, потрогать. И, в общем-то, в реальности познакомиться с тем бытом, который был в те годы. Проанализировать, что представлено. Проанализировать, а потом пойти на спектакль и увидеть это уже, как это было все вживую. Дарья, какова у вас роль? Мы играем сразу несколько ролей в спектакле. Сначала в первой сцене мы выпускники. И дальше мы и очевидцы этих событий, участники. Когда все начиналось, да? Да. И поэтому получается, что в одном спектакле около 10 ролей у каждого. Ну вот вы студентка. Далее. Дальше я представляю воспоминания женщины, которая отправлялась в оккупацию. Дальше мы еще были женщинами, которые встречали военных. Ну там много разных. А вот вы не думаете, что зритель запутается? Лицо-то одно все равно. Я, конечно, понимаю, что вы там будете в разных одеяниях и так далее. Но, тем не менее, лицо одно. Не приведет ли это в заблуждение зрителя? На экран выводится текст этих людей, так как спектакль документальный. Поэтому это все настоящие слова. Люди это говорили. И на экран выводится имя, фамилия и из каких источников. Ну я, как поняла, вы в мае тоже играли. Да, но это уже третий спектакль. Я играла во втором составе, поэтому сам первый премьерный играла не я. Но, тем не менее, вот когда играли вы, какие впечатления? Давайте вспомню. Я, конечно, понимаю, что это было несколько месяцев назад, вот конкретно по этому спектаклю. Я не волновалась, потому что выпила успокоительного. И я только потом поняла, что я не так сильно волновалась. Но я люблю выходить на сцену. Это чувство окрыленности. И я рада, что руководители студии, преподаватели дают мне такую возможность. Тема военных лет, на мой взгляд, она вообще особенная. Вот как вам удалось вникнуть в эту тему? Было ли это сложно? Вот сколько вам лет, простите? 15. 15 лет. 15-летние девчонки рассказывают о оккупации, военные годы. Как тебе, скажи? Ну, всегда страшно и ответственно. Ты, когда вживаешься в роль, ты думаешь о том, что испытывали эти люди, эти девочки. Ставрополь отстаивали подростки, как мы выяснили в течение спектакля. И, ну, я чувствую какую-то ответственность перед теми людьми, которые участвовали в военных событиях. Поэтому чувство долга испытываешь. Ну, вы знаете, вот Дарья сказала, ей 15 лет. И, в общем-то, самому старшему в нашем спектакле, это сейчас у нас ввод, Евгений Сергеевич Недудыхат, а ему, кажется, 27. То есть, видите, вот... Молодежь. 15-ти молодежь, да. Ну, вот там уже во многих исторических документах пишут, что во время освобождения возникали стихийные стычки с немцами. И именно это вот выходили подростки. Тот же самый Геннадий Голенев, он был подросток. Там другие имена, которые можно вспомнить. Яша Гогицкий, Женя Алферов. Это были подростки, которые в начале войны им было 15-16 лет. Они попали в оккупацию, конечно, повзрослели 17 лет. И вот уже они прятали оружие и потом выходили. Потому что им, наверное, было более обидно за свою родину. И они хотели воевать с врагом. Вот, поэтому акцент сделали на именно таком поколении. Во-первых, чтобы и они поняли и прочувствовали всю вот историю, да, всю вот важность момента того. Или вот, допустим, есть там Витя Морозов. Ему вообще было 8 лет. Если не ошибаюсь, там 8 лет, да. Вот, так он тоже герой. Спас водонапорную вышку там вверху Краснофлотской. Просто перерезав провод. И битлеровцы не смогли взорвать ее. Вот представьте, от 8 лет и до 16 лет. А все имена, которые будут показаны, они все? Все имена взяты из источников. Они все известны, они все задокументированы. И причем я хочу сказать, что мы даже, вот я уже назвал Алферова Женю, там Яшу Годицкого. Там есть еще много имен, но, честно говоря, не буду их называть. Может быть, Дарья больше помнит. Мы их даже не знаем. Ну, то есть они есть где-то вот в книгах Германа Алексеевича Беликова. У него есть книга такая называется «Дети войны Ставрополя». Он собрал все эти истории, все эти факты. Там они представлены. Но в широком сознании этого нет. И знаем мы только, ну, Геннадия Голенева знаем. И то его личность несколько оспаривается. Был ли он героем, не был героем. Есть несколько версий. Одни говорят, что был герой. Есть книга, посвященная ему, «Орленок» называется. Ну, там вот все, которые, возможно, подвиги, возможно, было сделать на оккупированной территории, он все сделал. Конечно, этого же не было. Герман Алексеевич показывает, ну, с его точки зрения, мы принимаем его точку зрения как историка, как была реальная история. Да, он совершил подвиг, потому что украл документы и их сжег. На тот момент это было подвигом, потому что противостоять немцам они не могли с оружием. Они были в оккупации. Но вот делать такие вот диверсионные вывозки, это тоже надо было на это подвиг. Подростки это делали, взрослые, не всегда. И, может быть, потому что мы, как говорил Бертольд Брехт, на великий компромисс с жизнью пускаемся и говорим, лучше мы помолчим. Зачем вам это надо, да? А подросток, у них есть максимализм, которые не могут не совершить какой-то поступок. Наоборот, глаза горят. Да, и они хотят, и считают, что это своим долгом, и считают, что это важно для них. Прежде всего, для того, чтобы они сами осознали свою важность, да, и почувствовали себя людьми и патриотами в том числе. И вот именно под устами подростков мы говорим о подростках, о тех событиях. Евгений, но мне вообще кажется, что период сбора всей этой информации, которая используется в этом спектакле, он гораздо больше, чем период, к примеру, подготовки к этому спектаклю. Уже с актерами, так ли это? Да, конечно, да. Он гораздо больше. Это же проанализировать каждую статью, найти именно возраст, подобрать актеров по возрасту тоже, чтобы... Вы знаете, в этом нам помогла и Лермонтовская библиотека, и музей имени права, и Ставропольский государственный архив. Они все откликнулись на наше предложение, предоставили материал. Ну, если по времени, готовили спектакль мы с февраля по май, получается, ну, 4 месяца, да? А подготовка сценария заняла где-то около, наверное, 8 месяцев. Ну да. Потому что нужно было прочитать, собрать, найти, осмыслить. Потом было несколько вариантов сценария. Есть даже большой расширенный вариант сценария, называется «Освобожденный край», куда мы вводим истории из Пятигорска, там, Нины Попцовой, рассказываем историю освобождения Кавказских минеральных вод. Конечно же, останавливаемся отдельные сцены, посвященные величаевцам, героям величаевцам, именно Александру Скокову. Вот, но в эту постановку эти сцены не войдут. Только Ставрополь? Только Ставрополь мы, да, берем. Продолжительность небольшая, полтора часа. Ну, у нас в первых спектаклях были даже, там, маленькие кадеты, 9 лет они сидели, не отрываясь от сцены, потому что им было все интересно. Погрузились, да. Да, и понимаете, когда они со сцены видят и слышат названия своих городов, а кроме информации и разыгранной сцен, будет еще и визуальный ряд. Будут уникальные фотографии представлены, горящего города, всех вот названными нами героев. Будут названы там и показаны фотографии Ивана Гурьянича Булкина, Короткова, который тоже ставропольчанин и освобождал город Ставрополь. Много-много визуальных картинок будет. И в завершение выпуска давайте еще раз поранонсируем завтра в 18.30. В 18.30 Ставропольский дворец детского творчества на пересечении улиц Ленина и маршала Жукова. Ждем вас. Приходите пораньше, потому что перед спектаклем будет выставка. Очень интересная. Я думаю, что многие увидят что-то для себя совершенно уникальное. Спасибо вам большое за встречу. Желаю отличного спектакля. Спасибо. С наступающим праздничком. Удачи. А вот сейчас предлагаю разыграть абонемент в Пятигорскую студию Искусств Флай на 8 занятий. Вот сейчас возьму эти сертификаты. Направление вы можете выбрать сами. Это и подарочный сертификат на живопись, подарочный сертификат на кавказский танец, подарочный сертификат на керамику и, к примеру, на английский язык. Но для того, чтобы выиграть такой абонемент, вы можете прямо сейчас. Этот абонемент вы можете выиграть прямо сейчас. А для этого нужно позвонить к нам в прямой эфир и правильно ответить на один вопрос. Номер тот же. 8 800 707 02 26. Звонок, кстати, бесплатный. Итак, внимание. Вопрос. На вопрос, тяжело ли поднимать балерин, Марис Лиепа ответил, что самое тяжелое в балерине не вес, а... А вот что вы должны ответить. Что самое тяжелое в балерине не вес, а... Кстати, Марис Лиепа это советский артист балета латвийского происхождения. Ну что же, а пока вы ищете правильные варианты ответа в интернете или размышляете над этим вопросом. Не балерина, конечно, но тоже спортивная девушка подготовила новую тренировку. Наша фитнес-ведущая Анна Медяник уже в кроссовках, удобной одежде и готова продемонстрировать очередную зарядку. Давайте посмотрим и обязательно повторим. Раз, два, три, четыре. Всем привет, это рубрика «Зарядка». И сегодня она будет посвящена водителям. Я сегодня ехала когда на работу на маршрутке. Обратила внимание, что он, водитель маршрутки, был очень нервный. Я подумала, как же сейчас было бы хорошо ему выйти и размяться. И мы это сделаем сегодня, друзья. Мы проработаем спину, ноги и плечи. Начнем. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Итак, начинаем с чего? С ног. С ног, потому что водители устают ноги, потому что они постоянно жмут педальки. Начинаем, друзья. Фронтальные выпады. Ноги на ширине плеч. Руки на пояс. Ровная спина. Делаем шаг. Колено не уходит за носок. Опускаемся вниз на заднюю ногу. На заднюю ногу. Носочек ноги поднимаешь вверх. Получок пяточкой на выдохе. Перекатились назад. То есть сейчас вы можете выйти из своих автомобилей, уважаемые водители. И начать делать вместе с нами вот такие ноги. И начать по пять раз. Больше не надо. Чередую ноги. А для следующего упражнения нам понадобится кузов автомобиля. Представляем, что это кузов автомобиля. Начинаем. Итак, поехали. Что мы делаем? Первое. Встановимся. Ноги на носочках. Втянули живот. Ровная спинка. Опускаемся. Локти вниз. Плавно опускаемся вниз до груди. Чуть резче встаем. С выдохом на подъеме. Плавно опускаемся. С выдохом. Это можно сделать вот на стене обычной? Нет, на стене это нельзя сделать. На чем? На диванчике. Кузов, диван. Вы можете делать эти упражнения на диване. Облокачиваясь на спинку дивана. Или кресло. Мне кажется, я переделала уже. Мне кажется, ты не доделаешь. На носочки встань сильнее больше. Вот так. И теперь отсюда давай. Руки в кулачки. Следующее упражнение? Конечно, есть отличие. Прогиба нет. Тренер, вот что без вас будут делать водители, которые сейчас делают это упражнение? Они смотрят для этого наш ролик с тобой. Что разминаем? Плечи. Кажется, что легко, да, со стороны? Кажется, нелегко вообще. Нашел. Отлично. Молодец. На сегодня, я даже говорить не могу, на сегодня разминка окончена. У меня жутко болят плечи, если честно. Но я надеюсь, вы тоже что-то выполняли из того, что мы показывали. Хотя бы чуть-чуть. И поэтому сейчас у вас прилив бодрости и хорошего настроения. Да, Филипп? Да. До новых встреч, друзья. Занимайтесь спортом. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Тяжело ли поднимать балерин? Марис Лепа ответил, что самое тяжелое в балерине это не вес, а... И тут я хочу немножечко вам помочь. Приведу три варианта ответа. Это а-пуанты, а-характер или а- ее мама. Звоните нам в прямой эфир 8-800-707-02-26, называйте правильный вариант ответа и забирайте сертификат в Пятигорскую студию искусств «Флай». Ну что же, продолжим полдень после короткой паузы, а во второй части программы у нас вот что. Доходы краевой казны выросли более чем на 340 миллионов рублей. Поправки в главный финансовый документ Ставрополя на этот год обсуждают региональные депутаты. Летающее авто к Олимпиаде 2020 года, которое доставит факел к чаше Олимпийского огня. Реально ли это? Сегодня в Ставропольском дворце культуры и спорта откроют обновленное молодежное пространство «Лофт». Что оно из себя представляет? А также расскажем, где можно будет погулять и хорошо провести время на День города Ставрополя и к Ставропольскому краю. Об этом и многом другом после очень короткой паузы. Это полдень на своем ТВ и мы предложаем за время нашей короткой паузы у нас есть дозвонившиеся. Давайте сейчас с ним пообщаемся. Алло, добрый день, как вы меня слышите? Алло, добрый день. Добрый день, как зовут вас? Меня зовут Марина. Марина, скажите, вы откуда? Я живу в Пятигорске, вот недавно переехала, студентка. А, ну очень здорово. Как раз если выиграете сертификат, то удобно будет воспользоваться им. Готова ответить на вопрос? Я попробую. Итак, вопрос такой. Тяжело ли поднимать балерин? Тяжело ли поднимать балерин? Марис Лиепа ответил, что самое тяжелое в балерине не вес, а пуанты, а характер или а ее мама? Правильный вариант ответа. Какой? Мама, но я думаю, что это все-таки характер. Эти бурные аплодисменты для вас, вы правильно ответили на вопрос, а давайте теперь выберем. Вот у нас есть подарочный сертификат на живопись, кавказский танец, керамику и английский язык. Что выберете вы? Есть возможность выбрать. Наверное, английский. Английский язык. Почему именно его выбрали? Ну это полезно, я думаю, пригодится дальше. Отлично. Ну что же, желаю вам удачи, воспользоваться правильно подарочным сертификатом. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, вам объяснят, как его забрать. Хорошо вам дня. Спасибо. Ну что же, а мы продолжаем. В Пятигорске ЛГБТ, это сообщество людей с нетрадиционной ориентацией, добивается разрешения на митинг. В начале сентября группа ребят обратилась в администрацию с уведомлением о проведении публичного мероприятия по защите своих прав. Уведомление это рассмотрели, но отправили на исправление несоответствия. Один из организаторов не зарегистрирован по адресу, которому он указал. Далее. Молодые люди отправились в суд с заявлением о признании незаконным предложением об устранении несоответствия. И суд же обратил, одобрил и частично. И сейчас администрация города в течение трех дней обязана повторно рассмотреть уведомление о проведении такого публичного мероприятия. Ну что же, а далее в полдне у нас новости. Я с удовольствием передаю слово Сергею Надеину. Сергей, здравствуй. Скажи, пожалуйста, вот митинг одобрят. Все, тебя отправляют на съемку. Как думаешь, ты как профессионал, скажи, как лучше в сюжете рассказать о проблемах, которые хотят рассказать ЛГБТ? Я не настолько профессионал, чтобы хорошо рассказать об этих проблемах. Почему-то вспомнил вчерашнюю игру ЦСКА. К новостям. Доходы Краевой Казны выросли более чем на 340 миллионов рублей. Поправки в бюджет Ставрополя на этот год обсуждают региональные депутаты. В думских комитетах разбирают документ. Так, например, дополнительное финансирование получит также социальная сфера. 52 миллиона рублей пойдет на поддержку сельских педагогов. Речь идет об оплате коммуналки для этой категории бюджетников. Примерно столько же на благоустройство территорий. Увеличена финансовая поддержка больных орфанными заболеваниями. Учитывая, что список данной категории увеличен на 11 человек в текущем году, уже 282 человека болеют этими редкими заболеваниями в крае. Поэтому предлагается увеличить на эти цели 60 миллионов рублей. В итоге на эти цели будет направлено в региональном бюджете почти 300 миллионов рублей. Подробности смотрите в информационной программе «День». Считанные дни остались до очередного дня рождения города и края. Жители и гостей Ставрополя ждет множество сюрпризов и развлекательных площадок. А чтобы праздник прошел без происшествий и с хорошим настроением, на охрану порядка власти отправляют сотни полицейских нарядов. Они будут патрулировать улицы и места массового скопления людей. Стражи порядка призывают гуляющих не терять бдительность. Если вы обнаружите подозрительный предмет или человека, сразу же обратитесь к ближайшему патрулю или по телефону 02. Проводится работа по антитеррористической безопасности, предупреждению пресечению преступлений. Заблаговременно до начала проведения мероприятий все места массового пребывания людей будут обследованы кинологами со служебно-розыскными животными. Для обеспечения охраны общественного порядка также будут привлечены члены добровольных народных дружин, представители казачества, работники негосударственных охранных организаций. Кочубейский район в преддверии Дня Края подготовил две новые площадки для праздника. В хуторе Андреевском открыли обновленный Дом культуры. А спортсмены Тоннельного сегодня впервые выступили на многофункциональной спортивной площадке. Эти два объекта – результат работы краевой программы поддержки местных инициатив. На открытии побывала Мария Гнездилова. Симбиоз народной классики и современности в хуторе Андреевском не только в танцах. Здесь не стали заниматься перепланировкой здания, а оставили его в первозданном виде. Но при этом постелили новые полы, отремонтировали стены, вставили современные окна и двери, полностью обновили фасад и кровлю. Ремонт удалось сделать в рамках программы поддержки местных инициатив, а значит, благодаря желанию местных жителей. Инициативная группа, то, что работали с населением, то, что собирали денежные средства, то, что кто чем мог помочь, тот и помогал, где-то физически, физическим трудом, где-то материально. На все работы потратили полтора миллиона рублей. Ремонта в Доме культуры ждали несколько лет. Очень рады, конечно. Немного облагородили, красиво, приятно сюда приходить. И было, и сейчас тем более. Это большое событие для сельчан. Хоть есть где-то отдохнуть, все хорошо. Больше возможностей у нас предоставляется теперь. Теперь все новенькое. Мне кажется, оборудование все новое. Раньше он разламывался на две части, считай. А сейчас он и больше, и лучше. Мы можем поделки делать, танцевать, петь. Ну, мы можем. Мы все можем. Первыми на новой спортплощадке в поселке Тоннельном выступили гимнасты и юные звезды спортивных танцев подруги Полина и Вероника. Они уже репетируют новый номер специально ко Дню Края. Торжественный момент, и мы хотели запечатлеть это все выступление. Долго ждали строительную площадку? Да. А нужна она? Да. Да, нужна. Ну, почему? Ну, чтобы играть здесь, потому что на футбольном поле там можно только в футбол играть. А здесь можно все, что угодно. Эту площадку в Тоннельном уже окрестили спортивным двором, потому что спортивные развлечения и увлечения здесь найдет для себя каждый. Начиная от футболистов, заканчивая волейболистами и баскетболистами. Самое важное, что здесь большое внимание уделили безопасности. Антискользящее резиновое покрытие под ногами по всему периметру. Площадка огородлена высоким забором и улетит за него ни один мяч. Открыли спортивную площадку большим концертом. Не обошлось без подарков. Местным футболистам вручили новые мячи. Первый гол забил глава Кочубеевского района. А девизом этого праздника сделали одно слово – спасибо. А ты знаешь, за что ты говоришь спасибо сегодня? За эту площадку. Хорошая площадка? Хорошая? Да, хорошая. А кому ты говоришь спасибо? Всем, которые ее сделали. На создание спортплощадки потратили 2 миллиона 100 тысяч рублей. Большую часть средств собрали местные жители и социально активные предприниматели. Десятки человек помогли своим трудом на всех этапах строительства площадки. Огромные слова благодарности за ваше небезразличие, за вашу активность, что вы активно подошли к решению этого вопроса, что у вас именно появилась инициатива поучаствовать в этой программе. И вам не безразлично будущее территории, соответственно, будущее ваших детей. Уже с уверенностью можно сказать, что до конца этого года на карте Ставропольского края появится 174 объекта, благодаря программе поддержки местных инициатив. А уже 26 сентября объявят победителей конкурсного отбора на участие в программе на 2019 год. Увеличилось количество участников. В этом году мы получили 288 заявок. Это показывает, что действительно программа интересна, люди с большей активностью участвуют. Мы видим, что у нас качество заявок выросло в разы. О том, как меняется облик Ставропольского края благодаря программе поддержки местных инициатив, зрители своего ТВ могут увидеть в программе «Время дела». Ближайший эфир в понедельник в 8 вечера. Мария Гнездилова, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Век кропотливой работы. В это не просто поверить, но информационному центру краевого МВД исполняется ровно 100 лет. Работа его сотрудников скрыта от глаз, но без нее не могли бы успешно действовать другие подразделения полиции. Чем же занимаются в информационном центре, расскажет Екатерина Сегеда. Журналистики о таких людях, говорят, остаются за кадром. Работа этих людей и правда не на виду, но оттого не менее важна. В Ставропольском инфоцентре 11 отделов, в них трудится около 120 человек. 100 лет назад, когда ведомство только появилось, его назвали статистический отдел комиссариата внутренних дел. Тогда все цифры и данные сводили вручную. Сейчас с развитием технологий все стало гораздо легче. За бесперебойный доступ к базам данных отвечает серверная. Мы находимся в сердце информационного центра, в серверной. Централизованные учеты и банки данных, которые служат не только для главного управления внутренних дел. То есть у нас ежедневно, даже несколько раз в день, осуществляется выгрузка информации на федеральную банку. А это архив. Здесь хранится около 200 тысяч документов разных годов. Есть и бумаги столетней давности. Личные дела бывших стражей порядка тоже здесь. Сотрудники выдают архивные справки, выписки, делают копии при необходимости. Кстати, обращаются к ним не только полицейские из других подразделений, но и обычные люди, например, чтобы узнать родословную. Автоматизированная дактеоскопическая информационная система предназначена для раскрытия, расследования преступлений, предупреждения административных правонарушений, ну и, безусловно, для идентификации личности человека. Помимо отпечатков пальцев, сотрудники инфоцентра собирают и криминальное прошлое жителей края. Это оперативно-справочная картотека. Картотека, которая ведется с 1918 года, то есть со дня образования информационного центра. Данная картотека, это картотека о лицах, которые находились когда-то в розыске или находятся на данный момент в розыске, а также о лицах, которые привлекались к уголовной ответственности. Также инфоцентр выдает различные справки. Для этого есть отдел госуслуг. Люди к нам приходят по разным вопросам. В частности, приходят завести личный кабинет на портале госуслуги, подтвердить учетную запись, подать заявление на справку о наличии отсутствия судимости. Также здесь у нас выдаются справочки об административных правонарушениях без линии ГИБДД, справки из архива для бывших сотрудников и справки о реабилитации. Информация концентрируется в наших учетах, статистических, криминалистических, о лицах, которые объявлены в федеральный розыск, местный розыск. Также у нас без вести пропавшие опознавательные карты, с помощью которых находятся люди, которые не могут сообщить о себе своих данных по состоянию здоровья. На первый взгляд может показаться, что работа не веселая и монотонная, но, как утверждают сотрудники, скучать не приходится. Ведь в их помощи люди нуждаются каждый день. Екатерина Сегеда, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение. Это все новости, о которых успеваю вам рассказать. Передаю слово Ане Кривецкой, студии программы «Полдень». Ань, мы тут посовещались и поняли, что меня неправильно поняли, когда я говорил об игре вчерашней ЦСКА. Я судью имел в виду, будем так считать. Серега. Он два гола отменил. Представляешь, ну нормальный человек. Слово не воробей, знаешь. Хорошего тебе дня. Ну что же, мы продолжаем полдень. В Японии пытаются разработать летающее авто к Олимпиаде 2020 года. Одна из таких машин по задумке доставит факел к чаше олимпийского огня. Острый как нож. О какой части летающей машины идет речь, расскажем в следующем материале. Правительство Японии разрабатывает летающее авто. Оно надеется, что подобный аппарат зажжет Олимпийский огонь во время игр 2020 года в Токио. Однако первые тесты показывают, что впереди еще долгий путь. Мы считаем, что летающие машины могут решить много проблем, которые стоят перед обществом. Они помогут обходить пробки в городах, доставлять людей в зонах бедствия и горных районах. Также они помогут развивать туризм. Тойота и группа ее компаний инвестировала в японский стартап «Картиватор» 375 тысяч долларов. Летающее авто под названием «Скайдрайв» сможет как дрон взлетать и заходить на посадку вертикально, а также развивать скорость до 150 километров в час. Однако разработчики говорят, что пока не решена одна очень важная проблема, связанная с безопасностью будущих аппаратов для пассажиров. С точки зрения безопасности, самыми опасными считаются пропеллеры. Если дотронуться до вращающегося пропеллера, он вас порежет. Он острый, как нож. То есть, если говорить о пассажирах, то тут встает вопрос безопасности. Успеют ли сделать летающие авто к 2020 году? Большой вопрос. Продемонстрированный в прошлом году образец разбился, не поднявшись выше человеческого роста. Недавние испытания показали, что пока посадка не такая мягкая, как хотелось бы. Задались целью разработать летающие машины не только в Японии. Так, в подобные технологии инвестировали и Google, и компания по созданию дронов «Эханг», и китайский автопроизводитель «Джили», и немецкий автогигант «Фольцваген». Продолжаем полдень. Завтра в Ставропольском дворце культуры и спорта откроет обновленное молодежное пространство «Лофт». Кстати, это один из проектов программы поддержки местных инициатив. Особенностью «Лофта» станет большой зал-трансформер. Новое молодежное пространство будет рассчитано на проведение временных мероприятий, концертов и различных встреч. А по соседству заработает кинотеатр «Этажи». На новой площадке молодые люди будут реализовывать свои самые смелые задумки. А вот много ли уже желающих нам расскажет директор «Лофта» Олег Лешко. Олег, добрый день. Добрый день. Ну что, вы готовы? У вас там, наверное, сейчас... Да, идет подготовка. Но на самом деле, все это время, с момента, когда объявили, что «Лофт» победил в программе поддержки местных инициатив, мне кажется, каждый день шла работа активно, и все больше и больше. И самое главное, что в какой-то период каждый день приходили молодые люди, лидеры сообщества, просто активисты, которые говорили, еще пыль, ремонт, еще ничего не видно. Да тут что-то будет, да? Нет, нет, они не говорят, что тут будет. Говорят, мы хотим, чтобы здесь было так. И максимально все пожелания учли в рамках ремонта, строительства, и в итоге завтра мы посмотрим, что получилось. Ну, это вот такая внешняя история, внешняя оболочка, которая появилась благодаря многим факторам и очень важных. Это инициатива молодежи города Ставрополя, поддержка губернатора и программы поддержки администрации города Ставрополя Андрея Хасановича Джадуева, который там все время интересовался, как, что проходит. И большое спасибо им за поддержку. Но главное, это ребята, которые предложили эти идеи. Как-то пробовали, да, Лофт у нас открыли вот в Ставрополе, но что-то пошло не так. Это уже обновленная версия, правильно я понимаю? Это абсолютно новая площадка, молодежное пространство Лофт во Дворце культуры и спорта. Раньше там другое заведение находилось, кто постарше помнит, наверное. Ну да. Сейчас будем исправлять карму. Помимо основного зала, трансформера, там есть еще 4 функциональных помещения, которые подразумевают переговорные для мастер-классов, тренингов и один танцевальный класс, где уже репетируют некоторые команды КВН. Вот наш Михаил Дудиков там готовились к финалу премьер-лиги. Ну и активности уже сейчас много запланировано и мероприятий. То есть у нас практически на полтора месяца каждый день расписан. Это еще не открылись. Еще не все узнали, да? Да, да, еще не все узнали. И мы надеемся, что у нас прям круглосуточно что-то будет происходить. Именно на это и рассчитана площадка. Хочу вернуться к залу трансформер. Вот что он из себя представляет? Там вот здесь вот то-то, здесь то-то, здесь что-то, чем он заполнен? Трансформер, такое большое слово, трансформер в плане того, что он многофункционален. Там есть сцена с аппаратурой, с барабанной установкой, с комбиками. Все, что нужно музыкальным группам для репетиций и для выступлений. Вот сейчас уже к завтрашнему дню, сейчас у нас, ребята, джазовая группа сидит, готовится. Там есть возможность находиться одновременно, стоя около 300 человек. Плюс есть 200 посадочных мест, эти стулья мобильные, они выставляются, если нужно конференцию провести, либо музыку послушать, или кино там просмотреть, возможно, вот именно здесь в лофте. Есть зона фудкорта, где барная стойка, есть небольшая кухня, есть места, где можно просто посидеть, почитать книгу, в планшете поработать. Не будут мешать друг другу все это? Ну, само простанство работает с 9 утра до 10 вечера, и оно свободно для посещений. Ты можешь прийти, если у тебя пары, перерыв, или ты работаешь на аутсорсе, ты можешь с ноутбуком присесть, поработать, там есть даже в розетках USB порт. Да, бесплатно, не платя за вход, администратор там поможет тебе расположиться. А вот мероприятия, которые проходят такие большие массовые, они предполагают либо открытое свободное участие, ну, либо там, если будет ограничено, об этом будет информироваться через сайт. Интересно. Давай к кинотеатру перейдем. Да, по соседству на этом этаже, кинотеатр этажей, при поддержке фонда киноадминистрации города Ставрополя, отремонтировали его, поставили новый экран, 3D-экран, новый звук, новое оборудование, и там будут показываться все киноновинки актуальные, начиная от мультфильмов до фильмов, и отечественное кино, и зарубежного. Все, что выходит в прокат, будет показываться в кино, и мы планируем еще в этажах показывать альтернативное кино, может быть, какие-то концерты, то, что может привлечь еще больше сообществ, людей, которые интересуются этим искусством. Но самое главное, это центр города, вокруг много университетов, общежитий, студенты могут посещать, и стоимость билета 90-100 рублей, вот такая цена билета в 3D кинотеатр. Один сеанс, 90 рублей. Да, да. О, это очень круто. Это, то есть, октябрь закрыли, да, решили вот такой кинотеатр. А после кино в Лофт можно отправляться, обсудить, посидеть. Ну, вот все его представляют, и мы рекламируем, как молодежное пространство, но, тем не менее, туда же не только молодежь может приходить. Раз у вас там различные места для каких-то конференций и так далее, люди постарше, старшего поколения тоже могут ходить? Если мероприятие ориентировано на молодежь, если оно бесплатное для участников, то, соответственно, свободный вход, можете приходить, проводить мероприятие, согласовываясь с администрацией Лофта, чтобы не было накладок, чтобы никто друг другу не мешал. Сколько по времени все разрабатывали, всю концепцию, где что будет стоять? Ну, тут большая работа сотрудников Ставропольского дворца культуры и спорта, которые и дизайнеры, и юристы, ну, все подробно, мужчины, которые помогают, строители, каждую мелочь приносить. Много ребят молодых, кто просто приходил, помогал. Вот у нас есть художник Игорь Эсборицкий, Игорь Карха. Он нарисовал огромную картину, которую видят, ну, практически граффити. Да, поэтому это такая большая, кропотливая работа, и это только начало. Самая большая работа, это мы ожидаем от именно молодежи. То, что вот там будет развиваться жизнь. Реализация задумок. Да, наша задача дать в руки возможность развиваться, помочь, научить, может быть, какие-то там методические рекомендации давать. А уже дальше все вот за ребятами. Ну, да, как ты рассказал, да, Михаил Дудиков там уже проводит свои репетиции. Уже традиционные формы, все знают, что у нас есть КВНчики в Ставрополе, много вожатых. Там, понятно, будут школы вожатского мастерства. Но есть уже много форм, которые связаны с молодежной политикой напрямую, которых мы, может, и не знали. Ребята по историческому фехтованию хотят заниматься. У них там огромные мечи, они хотят там находиться. Сейчас вот добровольцы, волонтеры хотят провести небольшую обучающую конференцию из отряда Лиза Алерт. Ну, то есть расписание такое большое. И самое главное, вот сейчас мы смотрим на предварительные заявки, то, что нам удалось создать пространство такое, которое позволяет разным направлениям реализовать себя, быть задействованным. Ну, вот я понимаю, ты человек, который на протяжении всей своей жизни, мне кажется, вот так бок о бок с молодежью, да, идешь в городе Ставрополь, да, и в Ставропольском крае. У нас вообще подобное такое было в городе когда-нибудь? Пытались организовать? Либо это же вот первое, первое и такой хороший... Ну, кинотеатр вообще вот в таком формате с 3D-экраном по такой цене в центре, это, мне кажется, впервые. Само пространство Лофт вот по такой структуре, по организации работы, в России, наверное, одно из немногих. Мне кажется, даже может быть такое первое в своем роде. Вообще сейчас большой тренд на создание таких пространств, каворкинг-зон идет, и не только в молодежной среде, есть администрации города, которые располагают своих сотрудников примерно в таких помещениях. И я думаю, здесь у нас вот такая форма впервые. То есть если бы лет 15 назад такое было, может быть сейчас молодежная политика еще была больше развита. Поэтому мы ждем, когда пройдет время, чтобы поглянуться и посмотреть, что действительно получилось. Вот еще раз к кинотеатру хочу вернуться. Экран, все новое, кресло, все-все-все-все-все-все. Экран, звук, помещение осталось, кинотеатр, который был предыдущий, но его подремонтировали. Если говорить по технике. Да. Современный звук. Что это за техника? Ну, современный звук, современный экран. Ну, вот если, к примеру, да, Киномакс мы все знаем. Такая же качественная? Новая, абсолютно новая, абсолютно современная техника, абсолютно настоящие 3D, настоящие очки. И ничем не отличается от лучших кинотеатров. Ну, и в завершении нашего с тобой беседы, Олег, хочу, чтобы ты еще раз пригласил наших телезрителей вот на ту камеру, завтра на открытие. Да и вообще, в принципе, посмотреть, что же там. Дорогие телезрители, завтра в 16.00 открывается молодежное пространство Лофт, открывается кинотеатр Этажи. В кино можно уже будет покупать билеты завтрашнего дня, первые сеансы вечером будут. А так, приходите на выходных, празднуйте День города уже в компании кинотеатра Этажи. И приходите в ЛОСС, может быть, вы вдохновитесь и что-то предложите для своих единомышленников, для города Ставрополя провести. А если даже каких-то таких больших идей нет, просто приходите, посидите, поработайте за ноутбуком. Ждем вас в Ставропольском дворце культуры и спорта. Ура! Ура, да, ура! Молодежным идеям, ура! Программа поддержки местных инициатив администрации города. Да, это очень здорово. Да, главное, наверное, что молодежь может найти для себя там то, в чем он будет развиваться. Это очень... Самое главное не просто найти, а сделать. Понимаете, развитие, оно через деятельность осуществляется. Если ты будешь приходить, и из-за тебя все будут делать, ничего не получится. Только когда ты что-то сам начнешь делать, тогда ты будешь ценить других людей в деятельность, ценить свой город. И мы очень ждем, что вот через деятельность мы сделаем такой большой скачок в развитии и молодежной политики, и города Ставрополя, и нашего края. Спасибо большое, Олег, за беседу. Я напомню, у нас в гостях директор этого молодежного пространства ЛОФ Олег Лешко. Спасибо большое. Спасибо большое. Поздравляю тебя с наступающим Днем города и Дневекрая. Спасибо. Увидимся на улицах города и в ЛОФе. Отличного дня. Все, пока. Дорогие наши телезрители, я еще раз напомню, молодежное пространство ЛОФ официально откроют завтра в Ставропольском дворце культуры и спорта. И это открытие вы сможете также увидеть на своем ТВ. У нас будет прямое включение. А вот в канун дня города-края проходит очень много мероприятий, акций, открытий и многое-многое другое. И еще большее будет на сам день рождения. К примеру, в 8 утра в субботу в Ставрополе в промышленном районе откроют сельскохозяйственную выставку на пересечении улиц Кулакова, 35 и улицы Бруснево. Жители и гости города смогут купить качественные продукты по приемлемым ценам напрямую от местных производств. Ассортимент очень разнообразный. Это и крупы, макароны, мука, сахар, овощи, фрукты, хлеб, живая рыба и многое-многое другое. В этот же день, но уже в 9 утра, в центре города откроется большая выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополя» по улице Морозова от проспекта Маршала Жукова и до улицы Артема, где также будут представлены продукции производителей нашего региона. Так что просыпайтесь в день края пораньше, чтобы успеть купить качественные, свежие, а главное местные продукты. Это только пара мероприятий о том, что будет в день города и день Ставропольского края, а что будет еще, расскажем прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие телезрители! Этого дня ждали все. Ставропольский край отмечают свои дни рождения. Празднования будут широкими. В этот день вы точно не заскучаете. Праздничные мероприятия начинаются с самого утра и будут продолжаться до позднего вечера. Вот что точно нельзя пропустить в первой половине дня. Ровно в 10.00 на проспекте Октябрьской революции на Алии почетных граждан пройдет торжественная церемония открытия празднования 241-й годовщины со дня основания краевой столицы. Если вы не сможете там присутствовать, то оставайтесь на своем. С места событий будет работать мой коллега Антон Киевский. К 11.00 перемещаемся на бульвар генерала Ермолова. Там стартует фестиваль свободного творчества «Город мастеров». На одной площадке пересекутся художники, мастера прикладного искусства, музыканты и многие другие. В 11.30 поспешите на Александровскую площадь. Там впервые в Ставрополе пройдет удивительное представление уличных театров городов России. В гости в краевой центр приехали актеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и в Паторе. Куда же без национального колорита. Ровно в полдень встречаемся на Крепостной горе и погружаемся в культуру разных народностей на фестивале национальных культур «Кавказское гостеприимство». Уже по традиции на День города и края, там же на Крепостной горе, для вас в 12.30 выступит сводный детский тысячный хор «Поющая юность Ставрополия» под управлением хормистера Александра Островерхова. А сразу после начнется награждение поистине народного проекта «Вкус Ставрополия». Целый месяц лучшие производители региона боролись за это звание. Узнаем, кто же его заслуживает. Не покидаем Крепостную гору, а лишь перемещаемся в обновленный сквер за бассейном «Юность». Там пройдет презентация экскурсионного проекта «Историческая колыбель Ставрополя». Это уникальная возможность узнать больше и с другой стороны о сердце Града Креста, о месте, с которого все начиналось. Праздничные гуляния пройдут и по всему краю. Во всех городах Ставрополя в этот день открыты двери всех государственных музеев. Абсолютно бесплатно вы сможете пройтись по этим историческим храмам и освежить свои знания об истории родного края в том числе. В 10.00 в поселке Иноземцево в рамках марафона «Вкус Ставрополя» откроется большая специализированная сельскохозяйственная ярмарка. Города Ясентуки, Кисловодск, Железноводск в первой половине дня ждут различные литературные и литературно-музыкальные программы. Весентука в курортном парке, в Железноводске, в городском парке и в национальном парке Кисловодский. В самом Кисловодске в историческом центре в 12.00 стартует театрализованный квест «Тайны городских улиц». Принять участие в нем может каждый желающий. Ну что же, а мне остается рассказать, что сегодня вечером будет на своем ТВ. В 17.00 программа для самых маленьких и о самых маленьких – Лепа. В 18.30 в прямом эфире гастрономический проект своего ТВ «Вкус Ставрополя». Сегодня завершающий выпуск и посвящен он продукции месокомбината «Олимпия». Они, кстати, победители прошлого сезона. В 19.30 новости. Ставропольцам вручили государственные и краевые награды об этом и многом другом в информационной программе «День». В 20.00 актуальное интервью с Лолитой Скляровой. Разговор о Ставропольской школе публичности и о ее учениках. А в 21.05 художественный фильм «Жених по объявлению героини» было все, о чем она только мечтала в этой жизни. Солидный банковский счет, уважение коллег, свой собственный бизнес. Единственное, что беспокоило женщину – это отсутствие спутника жизни. Устав от бесконечных знакомств, она уже хотела забросить все попытки найти суженного, но случай все расставил на свои места. Как бизнесвумен встретила свою судьбу, смотрите сами в 5 минут десятого. А на этом сегодняшний полдень подходит к концу. Я желаю вам отличного дня и увидимся на своем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok